Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Из Питера родилась в Петербурге королевских кровей. Да, а бабушка у него происходила из скупцов немцев, приглашенных то ли Петром Первым, то ли Екатериной Второй. Мальчик был очень любопытный, любознательный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 В последние годы, когда вошли господитор в оборудовании, в Валентина. Государствам было объявлено, что люди могли взять себе из господица детей. И они все поехали, трое, выбирать себе. Но папе там одни понравились, маме другие. И она была самая такая несчастный ребенок. Стояла отдельно, на нее никто не обращал внимания. И когда они вышли в коридор, тогда папа говорит, что мне вот это понравилось. И он сказал, что этих-то красивых возьмут. А вот она кому нужна? Ну и, конечно, родители послушали сына и взяли эту девочку. И когда мама на второй день повела к врачу ее, доктор рассмотрел, повернулся к маме и говорит, ну неужели там лучше детей не было? И вот это вот отношение к тому, чтобы заботиться о тех, о ком другие не позаботятся. Вот это вот характерно. И, конечно, родители. И. Валтики были не очень сильные сигналы. И я думал, что не было, чтобы не было, чтобы начать партии. Но когда Мале было пилизгут, когда Мале был ваналин пылес, то Мале-группировали. Сурукарья в тенавале. Катусы были лентами, которые были пыры. Их мобилизовали образовался эстонский полк и мама положила евангелье ему сумку, эту иконочку Прокопия и еще маленькая чаши. Иконочка была маленькая. Вяки евангельми раамат пястиста сенаotsses мõttes. Сыдавая тегеликус, то есть каек сакса киел, то есть сеаве, менталитет, и корд, и сакса орднунг, это был очень важен. Их мобилизатор. Продолжение следует... 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 Вот тогда он переводил так, чтобы все смягчить и сделать для человека, так, чтобы для него это было, его ответ оказался безопасным. С риском для своей жизни. Потому что если начальство узнало, что он там не так переводит, или там им советы дает, что говорит, что не говорит, ну, приняло бы смерть лютую. Однозначно. А потом он спугался, когда он напал страх. А вдруг этот старость, что сидит, знает истутский язык. Нет, оказалось, не знает. Почему он так поступал? Потому что старался жить по Евангелии. Он был очень прост и легче. И у states, что пусть исполдил пик, но что сам, а то, что вы делали, как вы делали, если вы делали. Комитетный этот дневник. На самом деле он был очень большой пыль, как вы делали идентичатый пыль. И, что вы делали? что мне лучше, чтобы наня. Он предоставил поздравить клоустререогенди титарь, и выбрать наня. И с темащик начали поздравить, и выбрали Наталью. У меня были многие девушки, но они были другими. Дали делянку дров, леса, выпилить на дрова. И папа говорит, что ты приехала теперь, мы пойдем в лес. Папа, я и сестра. И уже вышли за ворота, что-то папа забыл. И я сижу у ворот. Папа пошел что-то взять, надо было. И вдруг поморачивает кто-то к нам с дороги. Высокого роста, кусочка такая модная, брюки и все. И большая авоська с серо-белыми булочками, булки такие большие. За которым я отстояла очередь большую. Идет. Это, говорит, моя девичья фамилия Вихновская была. Да, я хотела видеть Наташу. Я говорю, я и есть Наташа. Ну вот потом, и мы вот несколько дней у него было. Вот ходили, он все рассказывал о своих этих военных. Вот так интересно рассказывал, так интересно было слушать. Ну и как-то так сказал, говорит, а ты бы за меня замуж вышла, так смотрит. А ты бы за меня замуж вышла. Но мы только что познакомились. На И над обиелусили Усна-пеа. Усна-пеа пюхидсис Талинна пиископ Иоанн Алексеев ристиюлестестмиси пиал диаконикс и муне пиапярест Веранадьерста Львов София манестас пиал кое преестрики. И та мярати Jõхви 2 преестрики. В 1968 году, 7 июня, получаем извещение, явиться в Пюхидский монастырь. Отслужили службу. Моя сказал владыка, идите в Игуменский и там такой, знаете, ну как коридорчик маленький, стол стоит, вот там ждите меня. Пришел, открывает дверь, мы сидим там за столом, и говорит, вы переводитесь в Таллинн. Идем по городу, нас не замечают, чтобы не показать людям, что они нас знают, что здороваются за священником. Хотя он не ходил в ряде по городу, но все равно город маленький, все равно все знали, что это священник. Не здороваются, не разговаривают. Ну это все ничего, нам-то что. А вот это мальчишки и камнями бросались, и снежками бросались, и палками, и все. Мы только проходим, видим, что, знаете, вот так голову уж тянешь, что сейчас тебе попадет. Тянешь, что как-то... И пошли дальше. Да, один раз там было, отец Владимир под окном стоял, столик маленький, и лампа, и... Батюшка сидел, читал, писал что-то. Ты знаешь, говорит, я сидел, и вдруг пить захотел. Пошел на кухню, пьет и слышит, что туда звенели стекла. Смотрит, где это звенять стекла. Приходит, а на письменном столе лежит камень. Пробил два стекла, и если бы сидел там вот за столом, наклонившись, то как раз бы ему в голову. Пошел на кухню. Продолжение следует... 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 Ну и это было несколько месяцев, но как-то отец Владимир никогда не унывал, все шуточки, да шуточки, полумаемся. А помню, как один сказал, значит, один священник, что наше настроение это в общем все. Один очень опытный, очень опытный, высокая жизнь священник была. Настроение наше это все, это верно. Так вот, это вот такое изменение настроения, то есть его улучшение, просветление, облегчение, это что такое? Это есть действие Духа Святого. Именно это Духа Божия, это действие Христа живого. Это ведь не то, что, ну скажем, пошел куда-то там, развлекся, и вот настроение изменилось. Там может измениться, там другое. Там иначе изменится оно. И там оно изменится, так сказать, на поверхности, а внутри-то будет темно, просто там можно заглушить, можно какое-то в себе нехорошее время на заглушить, как бы так завалить, забить. А как только это пройдет, как только такая веселая суета пройдет, опять все поднимется, да еще и с большей силой, или какое-то горе, скажем, тоже, какое-то такое горе человеческое, тоже. Можно его, так скажем, залить венцом, залить там рюмочкой, или там потанцевать, пойти, что-нибудь послушать, посмотреть. Легче будет, может быть, забудется. А потом с такой силой навалить, еще хуже. А вот в церкви иначе. Не только в церкви, не только в церкви, и дома, да и на всяком месте. Только что важно, чтобы была молитва, чтобы молиться. И любой человек, который был в храме, он казался каким-то небожителем вообще. Кто бы это ни был, там, любой уборщица, или это были певчие, тем более, это казалось вообще уже что-то недосягаемое. И когда пришел к отцу Владимиру, то тогда оказалось, что все так просто, и спокойно, и нечего переживать и волноваться. А поначалу-то это же было какое волнение, чтобы прийти первый раз на исповедь. Это было очень тяжело, конечно. И вот это впечатление о нем и осталось, что когда с ним общался, то вот этот мир внутренний, он водворялся. Он восстанавливался буквально, то есть приходилось это ощущать многократно, потому что, ну, естественно, что потом приходили с разными вопросами, проблемами, там, когда уже прямо очень нужно было. И каждый раз вот результат был таков. И это впечатление всегда, вот оно повторялось. Я бы сказал, что сначала знакомство наше с отцом Владимиром произошло в одностороннем порядке, то есть я сначала с ним познакомился заочно. Но, наверное, я к тому времени уже внутренне чувствовал, что православие – это мое. И вот мне попалась распечатка его проповедей. Ну, кто-то записывал на магнитофон. И в этих проповедях меня удивила, удивила человечность, что человек делится вот своими размышлениями, переживаниями. Ну, безусловно, на почве авторитетных источников, ну, именно живо делится. Не просто там кого-то повторяет, цитирует, комментирует, а прилагает это все к жизни, к повседневной жизни, к повседневной обыденной жизни, к повседневной церковной жизни. При этом не боится затрагивать какие-то, ну, неприглядные стороны церковной жизни. Нет, не акцентируя внимание, но так очень мягко обличая. И вот это в частности меня тоже привлекло, потому что, если человек способен к самокритике, это серьезное основание доверять его искренности. Продолжение следует... Продолжение следует... ...бед как и то, что radically сделал 현 Если он неожиданно приходит помощь и чувствует, что когда Христос приходит, когда Дух Божий касается Его, Он это чувствует. Чувствует по радости, по миру, который к нему приходит. Он чувствует, что это Бог Христос. Вот тогда он чувствует, что грехи, все нехорошее, они от него отступают. Значит, так он сразу узнает через старания делания заповедей Божьих. Узнает, с одной стороны, свою слабость, свою, в общем, немощь своей природы одной, без Бога. И узнает, с другой стороны, узнает он вот эту именно силу Божью. Эту, как мы говорим, благодать Божью, Духа Божья узнает. Узнает и Божью любовь, Божье милосердие, Божий мир узнает. И уже начинает действительно именно узнавать, познавать начинает, опытно уже узнавать. Действительно, в общем, да, только тогда ему хорошо и спокойно, и он свободен и грехов, когда Бог с ним, когда Христос с ним. Те, кто читают его проповеди, становятся такими непоклонниками, но тем не менее, очень любят отца Владимира, начинают его любить, прочитав и послушав его проповеди. Ну, понятно, там, слово было очень живое, настоящее, оно было искренне, оно… Он так жил, поэтому это… оно имело действие. Если он говорил о Духе Святом, то ты слушал и понимал, они лично знакомы. Это совершенно ясно чувствовалось, что он не теоретизирует, причем в плохом смысле, потому что настоящая теория, феория – это созерцание, созерцание реальности. Так вот у него было истинное созерцание. Вообще надо сказать, что это был истинный исторический мир. Человек монашеского устраения, промышлен Божьим, оказавшись на служении в миру. его что он говорил перед причастием всегда говорил слова как бы так и вот в этом в это как бы слове он давал ответ когда кто-то о чем-то его спрашивал понимаете он подбирал то ли или жизнь святого то ли же какой-то случай вот мне недавно например я так и бог мне одна сказала душа он не говорил мне ничего что-то на душа мне сказала кто это мужчина женщина он никогда не сказал меня спросила и вот как-то отвечал эти все удивлялись что как это он запоминал и как он именно именно каждый чувствовал что это ему ответ старались всегда пересказать проповеди те кто были на службе слышал эту проповедь те тот кто-то и рассказывали дома это у нас называлось да кроме того кто бывал на исповеди у отца владимира всегда дома следовал такой вопрос что общеполезного понятно что на исповедь никто не передавал а вот так вот вопрос был таков что о что общего полезного можно было услышать у отца владимира вот и так так в кругу семьи мы тогда рассказывали обо всем что отец владимир говорил и и и и на проповеди и на исповеди потому что исповедь она всегда бывала тоже как и беседа проповеди тоже были но не просто они назидательные это не даже не то слово они проповеди всегда были такие таким откровением то есть всегда складывается некое представление о христианстве ну в ту меру в которую она становится доступным и вдруг открывается что все это не так вдруг открывается вот на на проповедях отца владимира очень часто это было вот они были действительно откровением для всех для нас потому что мы думали что это вот так оказывается вот она совсем с другой стороны отец владимир умел показать кто есть бог то что было трудно найти тогда и в литературе и вообще где-либо то время еще много эстонцев к нему ходила дело было не только в том что он эстонским владел в отличие от многих других собратьев-сослужителей он еще вот они его чувствовали именно чувствовали его чувствовали в нем вот эту истину православия понимаете вот как вам сказать этот человек который вот он жил во христе и вот это его жизнь во христе делала его проводником он не только не заслонял собою христа он нас перестраивал к христу если можно так но и есть то что он меня просто захватывал тук-то выяснили когда выяснил а то что он если это меня или то что он это и то что он и и Я не смогу быть в таком бизнесе, накоп relieved, а потом приходит его, как и думал, что он будет врядом как правильный. И как он снялся, он сказал, что стал малым, когда он сказал, что может ли это здоровье. Поэтому я не могла сказать, что он сказал, что он не мог могла сказать, но это очень важно, что был очень снижен, потому что это кажется, когда он искал, что ему не искал, когда он вписан в этом месте, И что еще важно, кстати, что характерно для его духовничества. Дед Владимир уделял огромное внимание совести. Вот приучение человека вслушиваться в совесть именно с надеждой на Бога, с надеждой на просвещение Божие. И потому что, когда человек вот так вот делает и просит у Бога мудрости, по апостольскому совету, то Господь его совесть просвещает и питает. Это очень важно. И это, я бы сказал, это такая магистральная линия в духовничестве отца Владимира. Такое наставление взаимное, друг друга наставление, оно важно и нужно, потому что действительно грех, он имеет такую обольстительную силу. Грех достаточно силен. Грех хитрый очень. Он все представляет в очень радужном свете, приятном очень. И грех приятен, действительно, в общем, грех приятен. У него есть своя такая нехорошая приятность, есть. Вот, значит, так вот, если человек этим грехом, грехами будет так все время увлекаться, в них входить, то есть их совершать грехи и в них погружаться и грехами наполняться, потому что грех имеет только свою дух и свою силу. И вот если это сила греха и дух греха, в людей, в нас будут входить, в эту силу и дух греховную, то постепенно, по словам, по вооружению Павла Апостола, сердца наши ожесточатся. Что это значит? Это не то значит, что, скажем, сердца наши будут какие-то очень злые, какие-то такие. Нет, злыми они прямо не будут. Не скажешь этого. Хотя потом и это будет обязательно. Но сперва почту будет. Наши сердца станут нечувствительными, неспособными почувствовать Евангелие Христового, самого Господа Иисуса Христа, жизни духовной, или, скажем, жизни вечной. У человека как бы разобьются, разобьются, разобьются все, 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 все начало временной земной жизни. И земная жизнь его совершенно поглотит. Он в нее погрузится. И уже вкуса, и чувства, и понимания жизни духовной, и расположения духовной христианской и евангельской жизни у него не будет. Но раз не будет, то, конечно, не жить он будет уже не по Христу, не по Евангелию, а будет жить он по законам, так сказать, или, скажем, по Духу Мира Сего. То есть станет вполне плоским земным, древним человеком. Человеком, который работает, так сказать, работает всем своим инстинктом. И исповеди его – это вообще отдельная тема, потому что… Ну, как вам сказать, отец Владимир, ведь он не был обличителем. То есть в каком смысле не был обличителем? Он не был обличителем вот таким вот, прямым. Он подводил человека к пониманию своего греха. Или если даже что-то говорил конкретно, указывал, то делал это очень мягко. Он не вытряхивал из человека раскаяния, не унижал ни в коем случае, не запугивал. Он был исключительно деликатен. Метод Сократа такой, да, когда он вместо того, чтобы говорить прямо, он начинал задавать вопросы. И вот отец Владимир этим искусно пользовался этим методом. Он задавал вопросы, задавал так, что в конечном итоге человек сам себе отвечал на все практически. Так иногда только чуть подправит, чуть что-то так уточнит. А так в основном вот такими вопросами и вот этими историями, которые он так расскажет, что все становилось на свои места. То есть вот он даже не рассматривал этот вопрос, с которым я пришел. Он просто начинал рассказывать, например, житие святого какого-нибудь. Или какую-то историю, которая каким-либо образом касалась моего вопроса. Да, и по ходу рассказа, вот этого или жития, или просто истории какой-то, вот этот вопрос, он постепенно прояснялся. Вот просто вот так прояснялся постепенно. И все, и потом даже не нужно было уже чего-то еще к этому добавлять. Просто я уходил, мне все становилось понятно, как себя вести, что делать дальше. И спокойно, мирно как бы можно было идти домой. Я старался почаще исповедоваться, потому что отец Владимирович тоже вот приучил к тому, что не надо давать греху, даже пусть небольшому. Не надо ему давать времени и пускать корни. Вот не раз меня приглашал к себе домой. Вот, побеседовать, поговорить. Приглашал, причем иногда приглашал под разными предлогами. Холодильник сломался. Поскольку у меня образование, первое образование, это как раз специалист по промышленным холодильным установкам, то вот он говорил, что приходи, посмотри, что там с холодильником. Ну я приходил, разбирал этот холодильник, смотрел, я ничего там не делал, потому что он почему-то начинал работать. Ну и зато я оставался дома, иногда чай попили или еще что-то, и опять отец Владимир мне что-нибудь рассказывал. Почти каждый день кто-то приходил. Приходили семьи, много эстонцев. Тут и приходили и адвокаты, и судьи приходили, и учителя, и тайком прибегали. Нельзя же. И приезжали. Вот у нас было несколько раз в гостях Цветаева Анастасия. Она у нас как много раз была, исповедовалась. Артисты, художники, военные были, офицеры, полковники. Даже с Владивостока приезжали? Вот, то есть через всю Россию приезжали к отцу Владимиру? Ну, можно сказать, он был таким старцем всесоюзного значения, без преувеличений. Я помню, как-то застал у него одну монахиню из Киева. Вот тоже человек приехал не просто поисповедоваться, а именно побеседовать. Потому что, ну, вот не всё можно письменно изложить и воспринять. У него полтетрадки было адресов с России. Полтетрадки. Он с Николиного дня, с 19 декабря, перед Рождеством, садился, писал поздравления по всем адресам с Рождеством. И с Пасхой, уже с середины поста. Вот на стол освобождался, стол, садился, и сразу он ничего не мог написать. На время писал поздравления и несколько. Бывало, отвечал ещё отдельно на письма, когда присылались. И у него побаливала правая рука, особенно. И мы когда ходили гуляли, мы подтягивались. Повиснет немножко, а потом спускает на эти... Руку так помогает. И понемножечку, и трёт руку. Не давало спускаться. А у него рак был, знаете, где на лапатке. Вот там с внутренней страны. Да, ни кога, кога саркоом, vähk, lubас, jätkas ома teenistust, kuni 96. aasta sügisin. И на ме ei jaksanud, siis ta mõneks kuuks jäi koju ja voodi haigiks. И он довольно быстро ушел. И ему было очень тяжело. Он держался, конечно, молодцом. Но я помню, когда я... Не помню, это было последний... Нет, это было предпоследний раз, потому что он ещё ходил. Я пришел к ним домой, матушка была дома, а его ещё не было. И вот он приходит, заходит в прихожую, здоровается и не улыбается. И всё. Чтобы отец Владимир не улыбнулся, это... Он улыбался всегда. Мягкой, тихой такой, недвазаметной улыбкой. И я, 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 Это был очень большой хелл, который был виден нахтематый вал, который был здесь. Это был несколький, как расти лопу не было. Вот на Пасху на вербный воскресенье вышел и в Покров отслужил свою неделю как раз был праздник Покрова, 15 октября. Он пришел домой и говорит, что он был так рад, что служил свою неделю. И больше он уже в церкви не был. Он был в церкви, когда он был в церкви. Пюхапяйваль. Пяпава-выхтур olime just вести ухту тенистсями и обидану, и Матушка элистас рейстритал и муле, что Иса Владимир был лаком. Мы прауст Иса Олег хилем мярки, что это не было как-то, что он был лаком, что он был лаком. Использовался праздник и праздник, и был праздник, и он был праздник. Он был очень важный фразер, он был праздник, чтобы он был создан в большом и наиболее. Естественно, я уже не помню. Кто-то позвонил и сказали о кончине отца Владимира. Ну там все собрались, конечно, на его похороны, собрались все священники, которые его знали, которые любили, и те, которые его не любили, были и такие. И ощущение тогда было такого сиротства, прямо настоящего, мы все поняли, что мы осиротели. Я поражаюсь матушке, как она вообще тогда выдержала, потому что мы там, каждый свое что-то, свой фрагмент какой-то прочитать во время отпевания, отпевания священнической длины. И то нам тяжело было, а она вела службу, руководила. Ну, я вот слышал, как она там держится, никаких тебе сбоев, ничего. Да. Иса Владимири Крестов был пусси, и пуссис были ваимулик, и матушка пуссига сэртсиме кальмистул. Да. 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 Всегда было понятно, что с любой проблемой куда идти, и вдруг этого нет. вот этого просто не стало. Стало понятно, что нужно справляться теперь вот как-то самим. Ну, искали, конечно, кто-то находил, я не нашел больше никого. Так, чтобы можно было так же, как к отцу Владимиру прийти и поговорить, это, конечно, больше никогда не было. Я помню слова, которые произнес святец Андрея Мэри тогда. Он вспомнил то, что сказал отец Владимир на отпевание своего духовника отца Валерия Павецкого. Ему было дело до моей души. Ему было дело до моей души. Ему было дело до моей души. И где же есть болезнь и печаль, И где же есть болезнь и печаль, Благодарим Бога, что Он не оставил нас сиротами, все-таки Благодать нас посещает по-всякому, по-разному. И одно такое явление Благодати – это прийти и почитать память дорогого святого человека. Несомненно, мы чтим в нем именно святость. Несомненно, нечто другое, именно это. И именно это то, что согревает души, слушающих, утешает и так далее. Отец Владимир мог сказать иногда очень просто. Иногда сказал подробно, и так в Госсловске высоко сказал, а другой рассказал очень просто. И просто, как вы все знаете, похлопал тебе под плечо и говорит, так что вот так вот так, братья мои. И что такое? Так что вот так вот так. Надеемся, что батюшка нам сейчас тоже положит свою любвеобильную, теплую руку на плечо. Говорит, так что вот так вот так, братья. Подвязаемся дальше. Время идет дальше. Двадцать пять лет прошло, как я ушел отсюда. Но я с вами. Я вас подкрепляю. Я вам проповедую дальше. И оставил след в сердцах человеческих. Вот это ценно, верно? Каждый человек оставляет какой-то след тут на земле. Но земля-то может быть измененным в виде, перепашут эту землю. А души человеческие имеют значение вечное. Душа человеческая вечная. Если душа стала след, так значит это след настоящий. И мы благодарим Бога, что у нас остался хороший след души от отца Владимира. И помоги нам Господи, что мы за ним следовали бы как достойно. Но благодарность тому дару, что такого человека мы имеем. И будем стараться следовать и препятствовать этому какие-то свои следы тоже неправдие. Дай Бог. Аминь. Я как священник этого храма святого, вот у вас прошу прощения очень. Потому что я знаю себя больше, чем вы меня знаете. Вы видите так, так сказать, меня, мою внешность. Вы не знаете моей души, не знаете глубоко моей жизни. Я себя знаю. Я человек простой, грехный человек, так сказать, такой человек неказистный. Вот я себя знаю. И поэтому я всегда, конечно, мог чем-то вот и вас, может быть, и невольно как-то, ну, обидеть, обидеть, скажем, скорбить, может быть, обидеть, ввести в какой-то соблазн, скажем. Ну, в общем, всякое могло быть у меня. И вот во всем этом, что я, скажем так, сам предполагаю и знаю, и что я не знаю и не предполагаю, вот во всем этом, дорогие братья и сестры, я от души искренне прошу прощения. Прошу прощения у вас и у своих добрых моих собратьев, которые вот со мной служат и терпят меня грешного человека. Вот, хорошие люди, слава Богу. Так что, дай Бог всем здоровья вот и моим сослужителям добрым. И, значит, вам всем, дай Бог благополучия, здоровья, помощи Божьей вот. Ну что ж, нахраняй вас Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»